Нашу работу сейчас Алексей Ильич, профессор Носковской Бухгольной Академии, Доктор Богословия, постарается нам ответить на такую проблему. Духовное развитие личности в свете православного учения спасения. Вы очень правильно сказали, что именно постарается ответить. А ответит ли – это уже вопрос. Это вопрос, который очень скоро весит. Поскольку тема, предложенная мне, как вы видите, с одной стороны носит достаточно общий характер, а с другой стороны, она действительно является фундаментальной темой, непростой. Тем более, что она затрагивает вопрос в таком динамическом контексте. С одной стороны, учение о спасении, с другой стороны, развитие, духовное развитие личности. То есть здесь рассматривается уже не просто спасение, как учение о спасении, как велоучение христианское, а попытка рассмотреть эту проблему уже в плане непосредственного отношения к человеку, к его жизни, к тем ступеням, которые человек проходит на этом пути. Вот сейчас, когда я ехал, и потом вот сюда сейчас приехал, мы отменивались разными мыслями. И вот, в частности, приходится лишний раз убеждаться, что даже понимание условий спасения наталкивается на целый ряд непростых вопросов. Вы понимаете, вопрос о спасении очень широкий. И хочу или не хочу, но вынужден было ограничиться какими-то очень узкими только моментами. И вот, в частности, вопрос о спасении, оказывается, предполагает иногда такие трудности к вопросам, которые, как кажется, должны быть ясны. И мне бы хотелось, в частности, сейчас затронуть прежде всего именно этот вопрос, а потом уже, может быть, поговорить о другом. Просто я поделюсь. Мы говорили по вопросу по значению таинств в деле спасения. Вопрос, который, кажется, и нет вопроса. И само собой очевидно. И всем понятно, что если они установлены крестом, установлены церковью, насколько они необходимы и полезны, всем очевидно. И каждый, кто хотя раз в жизни, но приступил к надлежащим устроениям, тот знает, каково действие таинств, что они делают с душой человека, как они воздействуют и на ум, и на сердце, и на само тело человека. И в то же время, здесь есть большой вопрос. Вы знаете, какой вопрос? Очень любопытный. Мне пришлось участвовать во многих собеседованиях с инославными христианами, с неправославными. Когда с одной стороны православные, с другой стороны инославные, католики, протестанты разных христиантов. И всегда поражало одно и то же, один и тот же факт, наблюдаемый многократно. Многократно. Когда касаемся вопроса спасения, вопроса о благодати Божией, действующей на человека, об условии их действия этой благодати, всюду и аккуратно писали все вместе, а потом по таинствам. Никогда, нигде не обращалось внимания на то, а при каком условии же эти таинства могут действовать на человека. А что необходимо человеку для того, чтобы эти таинства были спасительными? А какое развитие предполагает внутри человека, чтобы эти таинства стали действительно, действительными дарами Божьими? Практически никогда. Таинства, таинства и таинства. Создаётся даже впечатление, что современные христиане смотрят на таинства, как на какие-то магические действия, которые действуют сами по себе. А духовное наше развитие, ну, это, в общем-то, ну, я же христианин, православный, в церковь ходит, во Христа верим, что ещё нужно? А дальше таинства, таинства и таинства. Я вот так подумал, как легко мы подменяем ту необходимую внутреннюю активность, о которой взывает Христос, просит Христоса. Царствие Божие мудится и приобщается только, кто к нему? Те, кто понуждают себя, то есть постоянное обращение христианства к чему? К свободе человека, к личности человека, к участию человека. Сыне, дай мне твоё сердце. Этот момент уходит на второй план, в тень, главные таинства. Больше всего обращать внимание на что? Ну, необходимо крестить, скорее, понять крещение. И дальше уже о исповеди, кстати, в большей части, таинстве покаяния почти ни слова, очень-очень мало. И дальше Евхаристия. Где-то в 60-х, 70-х годах на Западе начался процесс, который лучше всего можно выразить двумя словами. Евхаристический пум. Все бросились в атаку на Евхаристию. Все бросились причаться. Протестанты всех властей, католики. Но за ними мы православные, а сэрдэш. Вся речь идёт об этом. А о том, опять-таки, при каком условии это принятие таинства будет для меня спасительным. Об этом несловно. Апостол Павлов просто не существует для нас, который пишет, что если кто ест или пьёт недостойно, суд себе ест и пьёт. Оттого многие из вас болеют и умирают, а об этом никто неслов. Я вам говорю это, вы думаете, из опыта. Это во всех документах. Иногда просто приходится, что называется, давайте начинать протестовать. В конце концов, мы кто? Язычники вы, которые переделали христиансы на языческий лад. Это у католиков. Там есть вероучительное положение, которое существует в положении к оперу-оператору. То есть таинство действительно в силу совершённого действия. Православное учение совсем другое. Совсем другое. Не в силу совершённого действия для нас таинство будет полезным, а в силу твоего духовного устроения. Святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, пишет, если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали, что они? А там же богословы, когда они только слыхали, знают это. Серафим Саровский 19 век предупреждает, прям всех предупреждает, на земле ты можешь прочиститься, а на небе остаться непричащённым. Для нас как не существует этих вещей. на это важнейшее дело. Мы не обращаем внимание. Множество людей, множество, весь ветхозаветный, всё ветхозаветное человечество не приняло ни одного таинства. А среди них, посмотрите, сколько в наших святцах находится и Авраам, и Исааки, и Яков, и так далее, и пророки. Все, все вошли в церковь. Что, значит, они все не нужны? Какой опять абсурд. Это из одной крайности в другую. Нет, нет, речь идёт не об этом, а о том, что первичным для человека в его духовной жизни, в его спасении, в его развитии человека является верное духовное устроение. Весь вопрос в этом. При нём только, при этом правильном устроении человека таинство становится той силой, которая действует внутри человека. А благодатствует человек, возводит человека к Богу, приводит его к обожжению. Какого же этого суда? Вот здесь, с него и начинается только духовное развитие личности. Я не знаю, что подразумевает кругом об этом духовном развитии личности. Христианцы об этом говорят совершенно однозначно. Совершенно однозначно. И, кстати, говорит, не то, что написано в наших учебниках всех до единого, во всех учебниках. Я знаю, что вы прочтёте в учебниках. Если вы понимаете наши догматики, наши богословия и так далее. Я знаю, что вы прочтёте. Вера. Вера является условием. Кажется верно. Кажется неплохо. На самом деле немало вопросов. Да бесы же не только веруют, а знают. И дальше что? Кем остаются? Весь протестантизм построен на формуле, что мы только верою спасаемся. И верующим упрощаются грехи и настоящие, и прошедшие. Слышите? Запомните? И будущие. Если мы обратимся к священному преданию церкви, к святоотеческому учению, то мы находим поразительную вещь. А оказывается не вера первична. Вера следует из... Ну вот теперь мы подошли с вами. Важнейший момент. С чего же начинается духовное развитие личности? Духовное, а не какое-нибудь другое. Я назову факт, и всем станет понятно, с чего она начинается. Факт. Первым правилем вошёл разбойник, преступник. Велико было у него развитие, духовное развитие личности. Ну-ка, давайте подумаем. Не прочтите? Либо мы его сочинения, если бы он написал до этого, до креста своих, и жила святых, отца нашего, разбойника благоразумного. Благослови, честный, отче прочисти. Прочитали бы такие сочинения, но взмыли бы, наверное, от того духовного развития, которое он бы нам предлагал. Какого же его духовное развитие, скажите? Он же первый вошёл в рай. Первый. Что говорит Христос? Кто прежде вас, помните, кого он говорит, вас, верующим, знающим, облечённым богасанами, званиями и прочее, прежде вас. Прежде вас не подумайте, что вы двое впереди, а я за ним богасного войду. Нет, нет. Он-то войдёт, а потом дверь закроется. Вот что означает прежде вас. Что же это за состояние такое, с которого начинается духовное развитие и которое является незыблемым условием? Вы знаете, необходимым. И даже, не только необходимым, но, оказывается, даже достаточно. Это поразительно, это первое условие, без которого не может быть ни истинной веры, ни дальнейшего развития личности. Давайте проводим эти слова, которые сказал разбойник, которые тоже самые были повторены той блудницей женщины, тем мадарём, о котором Господь поливает притчи. Что он сказал? Первое, достойное по делам нашим мы принимаем. Что здесь звучит? Неужели кому не ясно, что здесь случилось? Он осознал, увидел, что его жизнь, жизнь его, его дела, его деяния, его поступки абсолютно не соответствуют вот тому, той святыне, которой открылась немножко его душе. А эту святыню каждый из нас носит своей души, каждый из нас. Это говорит в голосе совести, это говорит в нашем уме, это говорит в нашем даже опыте, когда мы соприкасаемся действительно со святыней, достойное по делам нашим принимаем. Я вам скажу, вот это то величайшее, без чего ни о каком духовном развитии речи не может быть. Не может быть. И пусть не обольщают нас ни саны, ни звания, ни хождения ни в церковь, ни тысячные причащения, ни подход на исповедь, когда мы отчитываемся в своих грехах вместо покаяния и так далее. Ничто не спасет человека. Ни о каком духовном развитии не может идти речи, пока он не увидит, что жизнь его по истине не достойна абсолютно той святыни, которую он убитит по Христе. Что он дальше сказал? Что он сказал дальше-то подумайте. Помяни меня, Господи, во царствие Твоем. Обратите внимание, у него и мысли не было, и ни малейшего чувства даже не было, что он мог оказаться там, где Господь окажется. Даже намеком мысленным ты, Господи, ты меня там помяни, я-то ясно где. Где я буду. Вот. Вот где красота. Вот где источник. Вот где сила. Вот где жизнь. Вот откуда начинается то, что теперь говорят, о чем говорят богостовские книжки. Вот откуда истинная вера начинается. А не с признания того, что Бог есть Троица, что вторая ипостась воплотилась. и вот такой бух догматика. Дальше за этим. Любой песенок знает больше, чем все доктора богословия вместе взят. И верить не надо, сам знает. Не с этой формальной веры начинается духовное развитие личности. Оно начинается, это развитие, с чувства, с осознания того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Я не нахожу слов просто, чтобы еще раз утвердить это и сказать, что без этого нет никакого духовного развития личности. Слышите? Никакие знания святых отцов, никакое знание священного писания, никакое положение в церкви, никакое хождение в церковь, подход ко всем тайствам, какие хотите. Если этого не будет, все бессмысленно и пусто. Я утверждаю, ради Бога, не подозреваю, что это я утверждаю. Избавим Бога. Это утверждает, во-первых, Евангелие, во-вторых, утверждает, все святые отцы единогласно. Без этого начала без этого великого начала не может быть ни спасения, ни развития. Потому-то, когда пришел Иоанн Претеча, Претеча, креститель, этот подвижник из пустыни, в который начал сходиться простой народ еврейский. Простой народ. Непростой, конечно, не пошел. Чтобы я пошел, доктор-богосовик какого-то там еще не хватало. Я побольше его знаю. Простой народ. пошел. С чего он начал проповедь? Покайтесь. Это удивительно. Вместо того, чтобы научить их чему-нибудь по-другому. Покайтесь. Само крещение Иоанна у нас названо крещением покаяния. Вы подумайте только. И в одном из Евангелий мы находим опять с того времени, то есть сначала Иисус Иисус начал свою проповедь говоря, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вот откуда начинается духовное развитие личности. Вообще-то, я вам скажу так, что о большем и говорить бы нечего в наше время. Что говорить человеку, который едва может двинуть пальцем параличным говорить о том о спринтерских или каких-то тяжелоатлетических успехах, он только кисло улыбнется, видя свое положение. Что вы мне рассказываете, что я буду поднимать там 200 килограмм, мне бы себя бы хоть поднять. Мы именно в этом положении и находимся, но, к сожалению, не видим этого паралича, который поразил нас. А что в параличе? Я думаю, каждый кто посмотрит на себя, конечно, увидит. Ну, конечно же, увидит. Я ничего не могу сделать добрым. Ничего не могу. Только что сделал, кажется, доброе, тут же весь охватит. Слава тебе, Господи! Уже я, как я часто люблю повторять, не фунт резюма. Другие этого не делают. И в церковь хожу, и на богослужениях присутствую, конечно, боюсь. Присутствую, это понятно. Это не важно. И так далее. Ни одного доброго дела не могу сделать без того, чтобы тут же или расчетки, или числами, самомнение, или прочие всякие вещи, какие угодно. Ни одного. Уж не говорю, и наоборот, что нет того грека, которого я действительно не совершил, если бы только Господь поставил меня в соответствующие условия, только потому, я многого не делаю, только потому, что нахожусь в условиях благоприятных, когда сплю, не грешу, просто святой человек. Но, чтобы увидеть это, можно сказать о другой вещи, очень важной в духовном развитии человека. оказывается, сколько бы парадоксально это ни звучало, что мы действительно, будучи больны, я говорю о духовной болезни, что мы не видим этого. Мы же, я не знаю, нужно быть настолько слепым, что это невозможно. Я же не могу, малейшее что-нибудь, я уже весь числами, весь в гордыне, весь в самовнении, весь в зависти, весь в чьем угодене, чего только нет, и делами, и мыслями чувствами, прям все кричит во мне, кто я есть. Не вижу, не вижу, вот другие, да, это я вижу, себя не вижу. Хороший человек. Я часто люблю повторять фразу святить Феофана Затворника, который немножко я переделал, чтобы она звучала получше, когда он говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несем, якожо прочий человек. Вот тупик. Тупик духовного развития. Все. Пока я напарусь в этом состоянии, ни о каком развитии речи не может идти. Мы должны знать, что вся скетика, все подвиженчество православное и христианское, вся духовная жизнь, она направлена прежде всего, прежде всего на то, чтобы человек хоть немножко увидел себя. Себя. Не других, а себя. Оказывается, это самое трудное дело. Самое трудное – увидеть свою поврежденность, увидеть действительно, насколько я испорчен, увидеть на то, что ко мне не прикоснись, все во мне живет. Весь мешок наполнен этими гадами и прислакающимися, как Ноев ковчег. Увидеть это, оказывается, это самое сложное для человека. И без этого ни о каком духовном развитии речь не может идти. Ведь вопрос в том, как приобретается это. как достичь этого видения? Вот вопрос о чем. Действительно, как это можно было? Вот это интересное пространство, как это можно увидеть себя? Наверное, что интересно. Оказывается, способ только один, как это можно себя увидеть. Надо сопоставить себя с эталоном. Это длинный или короткий? Мне кажется, целый метр. Вам не кажется? А как узнать? Метров тут или два, или полметра? Метр нужно найти и приложить. Я сразу вижу, тут всего 20 сантиметров. Метр нужен. Где этот метр, чтобы нам увидеть себя? Этим метром являются нормальные свойства человека. Нормальные свойства. Где эти нормальные свойства? Эти нормальные свойства человека называются заповедей и мамы. Оказывается, кротость, оказывается, сдержание, оказывается, смирение, оказывается, любовь, оказывается, прощение и так далее. Это нормальные свойства нормального человека, здорового человека. Поэтому, если я себя сопоставлю с ними, я увижу, кто я. Я увижу. только на пути понуждения себя к исполнению западе Евангелия. Я увижу, кто я есть на самом деле. Без понуждения себя к этому, без понуждения к жизни по Евангелию, я никогда не увижу себя. Опять обращаюсь к началу нашей встречи. Можно всю жизнь принимать таинство и видеть себя хорошим. Более того, отцы утверждают страшную вещь. Тот, кто не понуждает себя к исполнению западе Евангелия, тот, кто не кается во всех нарушениях тут же, тут же, мысли, мысли, не ожидая, когда пойти к священию. Кто не кается, кто не подуждает себя, тот при, кажется, внешнем подвижническом образе жизни, при внешней церковности, то есть посещении богослужения и всего на свете и понятии таинства, при этом сращивает в себе самомнение. Вы слышите? Самомнение или то, что на аскетическом языке отцов называется прелестью, мнение о себе, дмение, прелесть, внешний подвиг, внешняя церковная жизнь, внешняя, вам понятно, что такое внешняя? Вождение в церковь, все такое, субдение, постов, поклоны и так далее, правила чтения, молитвы утром и вечером, та-та-та-та-та-та, все, главное вычитать, это все понятно, не валится, вот это все, все это внешнее, так, без обращения к главному, про ничего пришел к Хрису, исполнение заповеди, без исполнения заповедей, без подуждения, без покаяния, оказывается, приводит человека к высокоумию, как говорят отцы, к мнению о себе, тщеславию и, наконец, гордости. Страшнее, мне кажется, предупреждение трудно найти. Это самое ужасное. Когда человек начинает видеть себя все более святым, все более совершенным, правда, при этом, конечно, он будет говорить, я-то грешный, конечно, а с этим чек, а не человек. Это я о себе говорю, попробуйте, вы мне скажите, что я чек, а не человек. вы узнаете, почем фунт лиха. Вот так. Вот это вот дело. Вот это очень важно, понятно. Это святые отцы обращают самое серьезное внимание. Внешняя, христианская жизнь, без понуждения себя к жизни по Евангелию, без внимания к себе и покаяния рождает непременно самоумение и гордыния, за которой обязательно следует, обязательно, слышите, закон, как ножа на курок пуля метит, так здесь обязательно следует отступничество от Христа. Нет-нет, не внешне, нет-нет, я вам себе крест еще побольше могу отец. Нет-нет, не об этом речь. Речь о гораздо более серьезных вещах и глубоких вещах. Евангелие показывает нам это. Что же оно показывает? Кто распял Христа? Мытарь? Разбойник? Блудница? Нет-нет. Первосвященник, архиереи, книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть надавствующие, законники, элита церковная. Вы слышите? Цвет церкви, православнейшие люди. Выражаясь, нашусь вот православнейшие люди. И не надо, знаете, что обманывать себя, что это было тогда, не тогда, а это дано на все времена. Почему это случилось? Почему те, которые первые должны были признать Христа и исповедовать Его? Святые отцы единогласно говорят, почему? Гордость, мнение о своей праведности. Помните притча фарисея, что Христос, какие слова вкладывает фарисею? Не так, как этот мытарь. Вот, что оказывается нас лишает Христа, полностью лишает духовного развития личности. Гордость это смерть. Это смерть. Происекает она из чего? Вы видите? Из чего происекает? Когда мы внешним делам, внешним подвигам, внешней христианской жизни, внешнему участию во всех церковных и прочих придаем первое значение, а западе и прочее это уже вторично. Это я подойду к батюшке под фарточек. Под эпитрахизм, извините. Вот так. Вот, то есть мы иногда перевертываем человека с ног на голову. А потом удивляемся, странно, ничего, мы даже не прикоснулись к нему. Даже не укололи его, а он умер. С чего бы это? Вот с чего оказывается внешняя церковность без внутренней беда. Нужна ли внешняя церковность? А как же? А как же? Что ж, Господь напрасно дал таинство, церковь напрасно установила, церковь напрасно дала эти устои в христианской жизни, установила праздники, посты и так далее? Ничего подобного. Что за глупость? Как это из одной стороны шарахаться в другую? Что за крайность? Все это есть средство. Богослужение есть средство, посты есть средство, но не самоцель. Не сами по себе это являются добродетели. Богослужение, принятие это все средство, цель, 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 чтобы человек в конечном счете увидел, насколько он поврежденное существо, насколько он греховное существо, насколько он немощное существо, чтобы человек увидел, что ему нужен Христос, который спасет его от зависти, от тщеславия, от раздражения и прочих всяких мерзостей, которые полно в душе. Привести человека, то есть иначе, как говорят отцы, к смирению. Вот оказывается какова цель всей внешней церковной жизни. Вот какова цель всех таинств, вот какова цель всех подвигов. И тот, кто не увидит своей поврежденности, тот, кто не смирится, обессмысливает все. Хорошая есть высказка для Исаака, сильный преподум, который я постоянно привожу, всегда, напоминаю всем, хочу, чтобы просто запомнили все, что воздаяние бывает не добродетель, и не труду ради нее, то есть не подвиженчеству даже, даже не подвиженчеству, а рождающимися от них смирению, и если не будет такового, напрасно, бессмысленны, все труды, подвиги, то есть все добродетели, и все, что делает человек, и все таинства, слышите? И все таинства тогда напрасны, ибо талант можно зарыть и в землю. На земле ты причастился, на небе остался непричащенный. Вот что тогда происходит с человеком. От того вас многие болеют и умирают. Таинства не самодейственные средства, а это те лекарства, которые лишь способствуют человеку, помогают человеку в его постепенном облагодатствовании, которое приводит человека к чему? Очень важно. В отличие от всех других религий, от всех, от всех других религий христианцы утверждают нечто прямо противоположное. Спросите представителей любой религии, что значит духовный рост человека и развитие. И они скажут, человек постепенно приобретает соответствующие добродетели, возрастает в том-то и в том-то. Постепенно происходит этот процесс, он все совершенствует, становится более совершенным. правда же? Правда. Я думаю, в христианстве мы скажем. Скажем, однако при одном очень серьезном но. В христианстве духовное развитие личности ведет к все большему познанию своего бессилия без Бога, безжизненности без Бога, приводит все к большему смирению. единственная религия, которая говорит, что духовное совершенство человека, степень развития духовного человека познается по степени его смирения. Не смирение человека, вы же понимаете, речь не о словах, а о смирении. То есть искренного, истинного видения того, того, что во мне происходит, до чего я нищу у Бога и нах. Видит то, что ко мне не прикоснись ни с какой стороны. Весь я в боли. И напротив, с Богом смиряясь, я вижу, как Господь помогает мне. Он, Господь, мне дает удержаться от гнева. Он, Господь, мне дает возможность проявить великодушие и простить того, кого я не мог во веки веков простить. Вижу, вижу, сам вижу, Бог тебе помог, а не я. Полагаю, что для нашего времени и для нашего состояния понимание вот этих основополагающих вещей более чем достаточно, когда мы говорим о духовном развитии личности. не могу и даже стыдно мне говорить о каких-то духовных состояниях. Наверное, это избавит и Бог нас сейчас говорить об этом. Без приобретения вот этих основ бесполезно вообще говорить о христианстве. О том, насколько это необходимо, нам говорит святоотеческий опыт. Вы помните, как Макарий Великий, которого называли земным Богом, за его удивительное, удивительное просто великодушие, милосердие к согрешающим, вы понимаете, за что он назывался земным Богом? за его удивительное милосердие к согрешающим. Великодушие просто. Он, этот Макарий, земной Бог, был послан для научения, вы слышите, к двум замужним женщинам, поучиться у них. Антоний Великий был послан к кому? К сапожнику, поучиться у него. И что они там нашли? Нашли такое, о чем возблагодарили Бога. Те подвиги, которые несли, и те дарования, которые они получали, ибо Бог чистоте, просто чистоте дает дарования. Он их дает. А они не спасают человека, вы слышите? Исаак Сирин великолепно пишет, что были достигшие очень высоких степеней духовной жизни и множество дарований кончали жизнь свою самоубийством, прелестью и самоубийством, потому что не были основаны на прочном камне смирения. Вы подумайте только. Так вот, и здесь они ушли наученные. Чем же? Ну, посмотрите, пока Антонию что сказал сапожник. Во-первых, сапожник это был потрясен, когда увидишь, к нему пришел Антоний. Он именно другого слова не найдешь. И когда он спросил, что ты делаешь, скажи мне? Тот чуть ли не в полуобморочном состоянии, только ответил, хоть я ничего не делаю, я только одно знаю, вижу, вижу, все спасутся, один я только погибну. В свою очередь, Антоний был потрясен. И возблагодарил Бога, что он дал ему такое великое научение. Того, чего еще у него не было. Вы слышите? У Антония великого не было. А он был прозорлив и чудотворец, и облагодарствовал весь. Уж, конечно, не сравнить сапожником. Он был потрясен этим. Он ушел к Богу, наученный чему? Смирению. Итак, когда мы говорим о духовном развитии личности, то мы говорим прежде всего о приобретении того, без чего невозможно развитие личности. Прежде всего. это состояние разбойника, состояние мытаря, состояние той блудницы, которая волосами своими отерла ноги Христу. Без приобретения этого состояния не может быть речи ни о христианстве в христианине, ни о духовном водах в христианине, ни о духовном развитии. А конец этого развития бесконечен. Бесконечен по очень простой причине. Чем христианство еще отличается от всех других религий? Чем во всех других религиях обещается, что человеку за его правильное, то есть правильное жизнь? Что обещается? Те блага, которые даст Бог человеку. Эти блага могут быть материальными, так, как изображают многие мусульманские книги, духовными, когда человек дастся то-то, то-то и то-то. Христианство, в отличие от всех других религий, говорит, что то, что обещано человеку, есть совсем другое. Макарий Великий пишет, не рай обещан человеку, а небо и не райское блаженство, а небесное царство. Христианство говорит, что целью является сам Бог, а не то, что Бог даст. Слышите, чем отличается христианство? Сам Бог оказывается, а не те блага, которые даст Бог. вот он Бог, вот он дает, вот тебе одно, другое, третье. Больше заработал, больше получил. Нет. Самому Богу приобщается человек. Почему и наш идеал называется Богом? О, Божий. Почему и Христос сказал, что Царство Божие внутри нас есть, а не снаружи? Снаружи нам будет давать нам человечество антихость, обманные дары. это будет давать снаружи, будет награждать оставшихся бедных людей, миллион этот, миллиард золотой. Идеал христианский это обожение, приобщение самому Богу. Это Богочеловечество, в которое вступает человек. Этим нормой этого Богочеловечества, идеалом, совершенством является Христос Богочеловек. Мы, как вступающие в церковь, как становящиеся членами его тела Христова, таким образом через Христа вступаем в Богочеловечество, когда соединяемся с Богом. Вот это и дело. И поэтому понятно, что как Бог бесконечен в своей любви и благости, так бесконечно и то благо, к которому приобщается человек, соединяясь с Богом. Это предел духовного развития личности. А середина? Не знаю. Я не знаю. Я знаю только начало. А последним только веру. Начало дай Бог нам познать. О, если бы мы познали это начало, мы бы тогда получили бы и конец. Бог спасибо. Спасибо, Алексей Ильич. К сожалению, времени не так много. Видимо, если у вас возникает какие-то вопросы, старайтесь, пожалуйста, передавать их в письменной форме, и тогда Алексей Ильич будет отвечать. Я всегда говорю, что лучше мысленно, я мысленно отвечаю. Все гораздо проще решается проблема. Но можно, конечно, и устно, можно, и... Если есть вопрос, задавайте, но потихонечку передавайте за тысячу долларов. Вы видите, как хорошо. Если можно, вопрос. С места, хорошо? Вопрос докладчику, если можно. Вот вы в основном имеете дело с церковной аудиторией, когда вы можете, во всяком случае, практически говорить с людьми на всех понятном языке. А когда вас приглашают или вы как-то сам может быть проявляете инициативу и попадаете, скажем, в светские учебные заведения, где верующих студентов, скажем, очень немного, то как бы вы советовали нам, молодым священникам, скажем, строить свои проповеди? Вот сегодня об этом немножко говорил отец Иосаф, о том, что приходя, он говорит о своем личном опыте, и вот это важно. Вот, что бы вы по этому поводу сказали бы, как обращаться и с чем приходить сейчас к аудитории, для которой Христос это вот нечто абстрактное, а не живое явление. Спасибо. здесь есть несколько различных подходов или несколько вариантов, и если была возможность, то даже несколько, я бы сказал, ступеней в обращении к людям, которые были далеки от церкви или вообще, так сказать, только наблюдают ее со стороны. Мне кажется, одним из первых вопросов, о котором следует говорить с ними, это вопрос о смысле нашей человеческой жизни. В конце концов, мы уже должны об этом говорить. Что бы мы ни делали, мы ищем смысл. Поскольку мы живем, мы тоже должны искать смысл. Смысл. В чем мы видим этот смысл жизни? В чем мы можем его видеть? Я полагаю, что здесь в таком подходе можно было бы отметить, что смысл жизни может быть только в жизни. То есть, совершенно очевидно, что без признания Бога, без признания бессмертия души ни о каком смысле жизни речь не идет. Нет смысла в смерти. И если нет Бога, нет бессмерти, жизнь обессмысливается. То есть, первое, о чем надо было говорить в наше время, можно говорить в наше время, это в этом вопросе, в вопросе бытия Бога, бытия Бога, и отсюда понимание религии как то, если хотите, сферы жизни, которые может нам открыть этот путь к смыслу жизни. Понимание и путь. Это вот первое. Второе, конечно, о чем нужно говорить также, это вопрос о христианстве и затем православии как той религии, которая действительно отвечает основным, я бы сказал, замыслам человеческой жизни, основному принципу смысла жизни. и что очень важно для людей посторонних, неверующих, это указать на те объективные аргументы, которые имеет христианство в основании божественности своего происхождения. христианство и только христианство и ни одна другая религия мира, подумайте, какая-то потенциозность, это ужасно. я утверждаю, ни одна другая религия мира не имеет таких объективных аргументов, которые бы подтверждали божественность его происхождения. христианство имеет. Это второе. И третье. Третье. Показать, что в христианстве именно православие только может рассматриваться как истинное выражение христианства. И в католицизме, и в протестантизме мы находим настолько серьезные повреждения христианства, что они не дают никакой возможности даже и думать о каком-то выборе. Это надо показать. Вот три ступени. Итак, первый смысл жизни и бытие Богом. Затем христианство, а не другие религии. третий православие, а не другие конфессии. Вот все это можно излагать на языке и нужно излагать, на языке доступном для людей, которые еще не соприкасались если хотите цель. Или мало знакомы и с христианским мировоучением, и с христианским термином. Вот таким путем. И потом очень важный момент, о котором обязательно надо сказать. Очень важный момент. Понятие греха. Это очень важно. Потому что под грехом к сожалению очень часто понимают не что иное как узко выраженное волю Божию, которую человек нарушает. Мне кажется, верный. Нарушение воли очень важно неглигиозному сознанию, да и многим глигиозам показать, что грех это не есть нарушение воли господина, за что он гневается и накажет. А что грех это есть нарушение закона нашего человеческого естества, человеческой природы. Как мы не можем нарушать законы природы окружающей, не пострадав, так и нарушая законы нравственные и духовные, мы не можем не страдать. То есть что грех является ничем иным, как злом причиняю себе человек. и отсюда проблема страдания и скорбей. Не Бог меня наказывает, когда я с пятого этажа выпрыгиваю и ломаю руки. Не Бог допускает, что в семье неизвестно, что творится, от чего войны. От чего войны, ну спросите, муж и жену спросите, от чего войны. и о нем ответил. Это природа греха. Отсюда вы скажете, природа доводить. Вот это тоже очень важный момент, который нужно доводить, поскольку он именно, грех, понятие греха, очень часто отталкивает людей от христианства. Чем? Вот Бог напридумал этих заповедей, а заповед препятствий вольной жизни. Понимаете, впечатление препятствий вольной жизни. А без Бога широка дорога. Сразу становится свободной и хорошо жить. Сразу можно пить кислоту, сидеть на колу, сходить с 10 этажа. Вы знаете, беззапоги, ну просто великолепно. А тут придумали лестницы, ступени, чистую воду, настолья. Чепуха какая. Вот примерно в таком плане. сейчас очень распространены кассеты с вашими лекциями, а книг очень мало, и спрашивают, планируется ли выход в какой-либо книге, либо книги лекций, либо еще какой-то. И если да, то к каким уровням каждого? Я вместо того, чтобы писать науки, все расширяю эту свою толстую бух. Вот сейчас она выйдет в феврале. Все та же самая книга. Все так, я ничего не пишу. Я тут никто. Я раб, рабов Божьи. И все. У меня такое смущение. Я старосток храмов на Волге, и вот у меня такой ситуация. Появляется баптист. Приходит на наши вещи. Я отпишу имени братья-сестры, у нас удаху, появились баптисты, креста не признают, богородица, то есть и вывешивают на церковь, не признают богородиц, ну то есть таинств, ну понимаете, церкви, ну то есть расписал, просить, я может не сбивчиво, то есть к чему я это веду? Мне приходит петиция, через некоторое время от них не у пастыря, то есть с той стороны заволки, так и так ты нарушаешь, я нарушил соглашение, то есть побрал соглашение патриархов союз баптистов, иерархии, то есть они договорились, чтобы мы друг друга не трогали, у меня смущение внутреннее, ну как, так появились у нас на берегу меня, на православной территории экономической, появились ребята, то есть американцы, я говорю, ребяточки, извините, я должен предупредить свое население, то есть правильно ли я поступил в этом плане, либо собственно, возможно ли и своеобразно ли сегодня вводить в школах предмет основы духовной культуры, основы православия, и какую роль в воспитании школьников может оказать сама школа? Мы должны понять с полной ответственностью и серьезностью, что не предметы спасают нас, а человек, который будет читать эту дисциплину. Можно так читать закон Божий, как вот мне рассказывал Прелегу Белико Воробьев, так читал батюшка закон Божий, что это урок, уроки превращаются в уроки кощунств и острот. Можно так читать закон Божий, как рассказывал Партили Сергий Булгаков, что он вышел, ушел из семинария, потому что убедился, что Бога нет. Можно так читать закон Божий и все наши богословия, что первыми, как пишет митрополит Вениамин Фетченков, в первых рядах революционеров кто были? Сезаристы. И так далее. Вы видите? Мы очень часто уповаем как на магию основы православного и основы православной жизни, закон Божий. Слушайте, вы же понимаете, что нет такой прекрасной вещи, которую нельзя было бы извратить. Поэтому вся суть не в этом даже. Должна быть свобода этого. Мы должны получить право на это. Это должно быть право. Но реализация права должна проводиться со смотрительностью и осторожностью. И нельзя этого поручать человеку, который вчера крестился, а сегодня он уже горит. Горит весь проповедовать христианство. Мало что понимает в нем. Готовить людей надо. Вот основная задача. Готовить. Потому что избавить Бога. Вы знаете, неизвестно кому поручать эти вещи. Недаром же есть изречение. Гении погибают в своих эпиконах. В своих последователях. Так и здесь тоже. Поэтому с одной стороны я считаю, да, право такое иметь нужно. Нужно. А вот водить или не водить, не спешите. Не так обратно сразу. Дали? Давайте. Кто? Ну кто? Давай. Кто? Давай. Ты. Он чешет затылок. Да я, знаете, ничего, Бог поможет. Правильно, прыгай с десятого этажа, Бог поможет. Это именно Христу и предлагал сатана. Прыгни. Он же ангелом своим заповедовал о себе. И вот да, Бог поможет. А почему это поможет? Извините. Нельзя так несерьезно относиться. Это судьба людей. И надо быть высшей степени осторожны. Вот что я могу сказать по этому вопросу. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Простите, последний вопрос, зачитая, поскольку Алексею Ильичу нужно еще успеть на другую секцию рождественских чтений. Как правильно в наше время относиться к чудесам и знамениям? Так, как и во все времена. Точно так же. Меньше всего святые отцы пишут о чудесах и знамениях. Почитайте их творения. Почти не пишут о них. Зато напротив сознание мирское, особенно языческое, только ищут чудес, пророчеств, предсказаний, знамени. То есть то, чего искали все язычники. Не всегда исходили к оракулам, прорицателям, колдунам, магам. Только ищут это. не спасение. Мы же вечные существа. О каком спасении нам говорили? А когда это происходит, тем не менее, эти события, и мы с ними сталкиваемся, искать-то не надо, я не ищу, но я с ними сталкиваюсь. Как относиться к этому? Есть, если хотите, как назвать золотое правило, или закон, если хотите, что он гласит? до тех пор, пока нет уже абсолютного удостоверения со стороны, допустим, авторитетной церковной комиссии, священном начале церкви, пока нет этого заявления авторитетного. Нужно ответить следующий вопрос. Запомните, родители, не хули и не принимай. Точка. Не хули и не принимай. То смотрю, в лавы стоит кучка. Ах, вот вчера Богородица здесь ходила по куклу. Ходит. Что это будешь? Подходит ко мне, где здесь прозорливый такой-то? Спасение мало кто заботится. Мало кого это интересует. Надо узнать, что будет внезапр послезавтра. Что будет своей дочкой сыном. Что будет с тем-то. Оракулы нам нужны, а не Господь Бог. Бог беда. Спасение никого не интересует, потому что его не видит даже, что он весь в проказе. И поэтому что угодно ищет. Дай ему слабинок язычко. А не спасение от болезни. Итак, вот правило отцов. Не хули. Почему не хули? Может быть это и от Бога. И не принимают. Почему не принимают? Потому что это может быть, что в Евангелии написано в последние времена множество будет знамений и чудес. Множество. Кстати, по мере приближения история идет в одну же сторону, правда? По мере приближения этих чудес и знамений умножаются в невероятном количестве. Происходит нечто невероятное. И по-своему что творится? Все ищут. Где там мироточение, где там изменение, где там кровотечение от икон. Этим живут, все забыли царство божие внутрь вас есть. не хулить, но не будем и принимать. Оставим это. Скорее, тяжело больно. Вы начнете рассказывать. Там то-то случилось, там и это случилось. Он вздохнет глубоко, слушает. У меня же боли. Что вы мне рассказываете? Дайте у меня немножко, чтобы не страдать. А вы мне о чем рассказываете? люди ищут развлечений. Наш век это век рекламы. Все только ищут, где бы что увидеть, где бы что услышать. Носятся по всему миру, возят в колясках. Он главный, Господи, кого только не приводят. Из всех стран мира. И вот смотрят, ходят бедные люди. Чего ищут? мы, христиане, должны искать не чудес, не знамени, а должны искать спасения. Должны искать то, с чего начинается духовное развитие личности. Хоть немножко пора же подумать о том, что Царство Божье внутрь нас есть, а не снаружи. И кое-что нужно сделать, чтобы хоть немного войти в это Царство Божье. И так не угли и не принимать. Спасибо, Алексей Ильич. Поблагодарить всех выступавших и вас, гостей и участников чтений. На этом мы закрываем нашу секцию. Огромная просьба, несколько минут еще не расходитесь после молитвы. Давайте помолимся. Спасибо.